Я расскажу сейчас доказательства квадратичного закона взаимности. Его придумал в 1939 году, ну, точнее, была книжка опубликована в этом году, немецкий математик Арнольд Шольц. Оно замечательно тем, что очень простое и сразу обслуживает символ Якоби. Есть много замечательных доказательств, в том числе и довольно простых, и очень естественно, когда вы рассматриваете квадратичные вычеты по простому модулю. Так называемый символ Лежандра. А вот так, чтобы сразу получить квадратичный закон взаимности не только для простого числа, но и для любого, точнее, любых нечетных чисел, есть доказательства Золотарева. Оно примерно в том же духе, и я его тоже в одном из видео рассказал, оно другое, тоже вскрывает связь символа Якоби с знаком перестановки. Ну что ж, давайте читать. Пусть n – нечетное натуральное число, которое как-то разлагается на простые множители. n – это произведение, ну, может быть, просто простое число, может быть, единица, и тогда символ будет строго равен единице. Дело не в этом. Нам интересно в нетривиальной ситуации, конечно. Это произведение символов Лежандра. То есть вы берете любое число а, разлагаете n на простые множители, п, qr и так далее, и берете произведение символов Лежандра. a по p умножить на a по q умножить на a по r и так далее. На всякий случай напомню, символ Лежандра равен нулю, если а делится на p, символ а по p, равен единице, если а является квадратичным вычетом. То есть, если существует такое, не делящееся на p число x, что а и x квадрат дают один и тот же остаток при делении на p. Ну и в остальных случаях минус единица, когда не для какого целого числа x, а не сравнимо с x квадратом. Так вот, символ обладает законом взаимности и вообще многими замечательными свойствами. Поэтому хотелось бы иметь естественное доказательство. В 1872 году Золотарев придумал доказательство сразу для символа Якоби и главное, он дал естественное определение для символа. Вот давайте смотрим. Символ равен нулю, если числа а и n не взаимно просты. Если же они взаимно просты, то вот не надо раскладывать число n на простые множители, а по Золотареву так. Если n число отрицательное, то надо просто этот минус отбросить. То есть а по n равно а по минус n для любого нечетного числа n. А вот если n больше нуля, мы уже знаем, то нужно рассмотреть знак перестановки, который получается при помощи умножения на а. То есть выписываем все возможные остатки от деления на n. Каждый из них умножаем на а и переходим к остатку. Вот скажем, что такое по Золотареву символ Якоби 3 по 11? Это мы выписываем все остатки от нуля до 10. Каждый умножаем на 3. Вот тут написано. Получаются числа 0, 3, 6, 9 и так далее. И смотрим, какая четность этой перестановки. Видно, что она просто разлагается на такие циклы. 0, конечно, на месте остается. 1 при умножении на 3 переходит в 3. 3 в 9. 9 умножить на 3 – это 27. При делении на 11 дает остаток 5. 5 умножить на 3 – 15. То есть остаток при делении на 11 – 4. И 4 умножить на 3 – 12. То есть остаток 1. Ну и еще один цикл. 2, 6, 7, 10, 8. Таким образом, если мы умеем вычислять знак перестановки, ну а здесь у нас, смотрите, один цикл длины 1 – это четная перестановка. Цикл длины 5 – тоже четная перестановка. И цикл длины 5 – еще один, тоже четная. Значит, получается произведение трех четных перестановок – это четная перестановка. Так вот, сначала мы докажем некоторое количество лем. Они будут очень простые, каждый из них, не бойтесь. И в результате мы получим закон взаимности для вот такого символа якоби. Для символа якоби, определенного по Золотареву. Потом, для простого числа докажем, причем даже тремя способами, что на самом деле Золотаревский символ и символ Лежандры – это одно и то же для простого числа. И после этого при помощи закона взаимности легко получим, что и символ якоби по якоби – это то же самое, что символ якоби по Золотареву. Я узнал это доказательство из книжки Конвейя «Квадратичные формы, данные нам в ощущениях», а он от Арнольда Шольца из книжки 1939 года. Начинаем с замечания, которое даже в виде леммы, пожалуй, не стоит выделять. Если хотя бы одно из чисел А и Б имеет общий нетривиальный делитель с числом Н, то понятно, что в левой и правой части ноль. То есть, скажем, если А имеет общий делитель с числом Н, то тогда АВ по Н – это ноль, и А по Н – это тоже ноль. Соответственно, у нас есть мультипликативность. Если же числа А и Б взаимно просты с числом Н, то понятно, что перестановка, которая получается умножением на АВ, может быть получена как композиция двух перестановок. То есть берем все остатки от 0 до Н-1, умножаем их на А, получается какая-то перестановка, и то, что получилось, умножаем на Б, получается перестановка умножения на Б. А знак композиции двух перестановок – это произведение знаков. Теперь 3 лем. Пусть Н больше нуля, Н нечетное, тогда удобно рассматривать довольно часто такие остатки не от 0 до Н-1, а те, которые по модулю меньше, чем Н пополам. То есть, если мы обозначим Н равно 2М плюс 1, где М – это целое неотрицательное число, то берем в качестве остатков, ну вот не остатков, а вычетов по модулю Н числа от минус М до М. И давайте начнем с утверждения, которое чаще всего называют первое дополнение к квадратичному закону взаимности. Оно совсем простое. Символ минус 1 по Н равен единице, если Н дает остаток 1 при делении на 4. Напоминаю, Н – положительное число. И этот символ равен минус единице, если остаток равен 3. Доказательство высшей степени простое. Мы просто понимаем, как устроена эта перестановка. Вот скажем, если Н равно 11, то у нас 0 остается на месте, 1 и минус 1 меняются местами, 2 и минус 2 и так далее, 5 и минус 5 меняются местами. И нам нужно просто посчитать, сколько таких вот 0 остается на месте. Это не влияет на честность перестановки, а остальных 5 штук транспозиции. Ну, соответственно, для числа 13 будет транспозиций 6 штук. Поэтому перестановка будет четная. Ну и в общем виде. Мы просто понимаем, что ровно М транспозиций. Соответственно, минус 1 по Н – это минус 1 в степени Н минус 1 пополам. Вот это вот первое дополнение к квадратичному закону взаимности. Для символа Лежандра оно тоже есть, но это чуть-чуть потом. Переходим ко второму дополнению. Это вычисление символа 2 по Н. Собственно, то же самое. Мы поймем, как устроена эта перестановка. Ну, скажем, если Н 13, то вот она выписана. Все числа от минус 6 до 6 в верхней строке. Каждая из них умножаем на 2 и смотрим, что же там написано. Поскольку мы хотим доказать общую формулу, то, конечно, надо не просто посчитать для 13, а немножко нарисовать. Смотрите, чтобы узнать знак перестановки, мы должны посмотреть на красные, рыжие, синие, зеленые линии. То есть из верхней строки каждое число соединяем с соответствующим числом в нижней строке. И нас интересует четность количества точек пересечений. Но при этом, разумеется, линии мы проводим так, чтобы ни в какой точке не было бы 3 или больше линий, и чтобы там никаких касаний не было. То, что называется линии общего положения. Так всегда считают четность перестановки. Так вот, смотрим. Здесь очевидно есть симметрия. 0 соединен с 0 по вертикали. Дальше синие линии симметричны зеленым. Здесь у меня симметрия не соблюдена. Но вы же понимаете, что на самом деле симметрия есть. Красные линии симметричны. Рыжим. Из левой половины в левую ведут синие линии, из левой в правую рыжие, из правой в левую красные, из правой в правую зеленые. Из-за симметрии мы можем смотреть только на пересечение красных с рыжими. Почему? Потому что если нас интересует пересечение синих линий, то ровно столько же дадут пересечение зеленых. Поэтому и синие и зеленые уходят. Остаются только красные и рыжие. При этом мы понимаем, что из-за симметрии, если где-то красная пересеклась с красной, то и рыжая пересечется с рыжей. Тоже не интересно. Значит, нас интересует, где пересекаются красные с рыжими. Но опять из-за того, что красные идут в одну сторону, а рыжие идут в другую, получается, что этих самых пересечений с в квадрате, где с это количество рыжих или то же самое количество красных линий. Можно было, кстати, вот еще как рассуждать. Из-за симметрии можно смотреть на диагональ квадрата. То есть, вот смотрите, красные с рыжими, они образуют такой вот с на с квадратик. И на самом-то деле нас интересует только такая вещь. То есть, скажем, линия, которая ведет из единицы в единицу, пересекается с той, которая идет из минус единицы в минус единицу. И так с остальными. Потому что остальные все равно расположены симметрично. Впрочем, то, что число s квадрат имеет такую же четность, как число s, и так понятно. Поэтому хотите, говорите о четности числа s квадрат. Хотите, говорите о четности числа s. Количество s рыжих линий равно количеству чисел от 1 до m, которые после умножения на 2 дают при делении на m остаток больше, чем m. Давайте вспомним так это или нет. Что такое рыжая линия? Так вот это и есть количество чисел от 1 до m, которые после умножения на 2 при делении на n дают остаток больше, чем m. Так что там все правильно написано. Теперь разбираем случаи. Если число n дает остаток 1 при делении на 8, то когда вы берете числа от 1 до 2t, когда n это 8t плюс 1, то вот когда умножаешь числа от 1 до 2t, все время получаешь числа не больше, чем 4t. Когда берешь числа от 2t плюс 1, получаешь от числа 4t плюс 2 до числа 8t. Поэтому s равно 2t. 2t число четное. Значит, символ якобы по Золотареву 2 по n равен 1, если n дает остаток 1 при делении на 8. Ровно так же разбираем остальные три случая. Когда n это 8t плюс 3, то понимаем, что умножаешь, когда 2t на 2 получаешь 4t, это меньше, чем n пополам. А вот когда умножаешь 2t плюс 1, то получаешь 4t плюс 2, а это больше, чем 4t плюс полтора, то есть больше, чем n пополам. Значит, чисел от 2t плюс 1 до 4t плюс 1 в точности 2t плюс 1 штука. Нечетное число. Символ равен минус 1. Точно так же можно посчитать, если 2t плюс 2, то есть символ равен плюс 1, если n это 8t плюс 7. Теперь обратите, пожалуйста, внимание. Мы, во-первых, вычислили 2 по n для любого нечетного числа n. Во-вторых, прием, который мы применили, вот это вот рассуждение с цветами, с четностью, он совершенно не зависел от того, что мы умножали на 2. Мы могли умножать на любое целое число, взаимно простое с число n. Мы доказали, пожалуй, самую главную лемму из вообще всех сегодняшних. Обычно ее называют лемма Гаусса. Правда, обычно ее доказывают для символа Лежандра. Ровно в такой же формулировке, как она верна для символа Лежандра, лемма Гаусса верна и для символа определенного Золотарева. Итак, мы доказали лемму. Символ а по n, где а взаимно просто с числом n, равен минус 1 в степени s, где s – количество таких чисел от 1 до m, что остаток от деления числа ax на n больше, чем m. На всякий случай рассмотрим еще одно доказательство, хотя, по-моему, и предыдущее было абсолютно понятно. Способ такой – будем умножать на число а в два приема. А именно, абсолютным умножением назовем такую перестановку на числах от 1 до m. Обратите внимание, не до n, а до m. Правило такое – число от 1 до m. Отображаем в остаток от деления числа ax на n, если этот остаток не превосходит числа m. И в остаток от деления числа минус ax, если превосходит. Теперь из вот этой вот абсолютной перестановки, то есть перестановки, определенной на множестве от 1 до m, давайте все-таки делать перестановку на всех остатках от деления на n. Для начала g от 0 – это 0. Если берем любое число x от 1 до m, то g от x равно f от x. А вот на отрицательных числах берем отрицательные, то есть g от минус x – это минус f от x. Вот это будем называть абсолютным умножением g. То есть у нас было f, и из f сделали еще g. Рассматриваемое в определении золотарева умножение на a – это композиция перестановки g и перестановки, которая корректирует знаки. Давайте ее обозначать h. Это проще всего посмотреть на примере. Здесь аккуратно у меня нарисованы для числа 13 и числа 2 все эти перестановки. f – это перестановка, которая 1 переводит в 2, 2 в 4, 3 в 6. А вот 4х2 – это 8, поэтому берем 5 пишем. То есть 8 – это было бы на самом деле минус 5 в наших терминах. Дальше 5 умножить на 2 – это 10, то есть минус 3, поэтому пишем 3. Ну и соответственно 6 умножить на 2 – 12, минус 1, поэтому пишем 1. Что такое перестановка h? Она в некотором смысле борется с синими числами, она корректирует знаки. И соответственно композиция h и g, то есть сначала делаем g и потом исправляем знаки. Это и есть умножение на 2 по модулю 13. Вот вам еще один пример. n равно 11, а равно 3. Тогда перестановка f – 1 в 3, 2 в 6, то есть минус 5, то есть пишем 5, абсолютное умножение. 3х3 – 9, то есть минус 2, поэтому пишем 2. 3х4 – 12, то есть 1. 3х5 – 15, то есть 4. Перестановку g выписываем и корректируем знаки при помощи h. Прекрасно, мы это все понимаем. Перестановка h состоит в точности из s-транспозиции, поэтому мы доказали лемму 2. Лемма 3. Если а больше нуля, то s – это количество целых чисел x, расположенных между нулем и n пополам, ну или, если угодно, это числа от единицы до m, для которых существует такое целое t, что x расположено между числами n от их умножить на t минус 1 вторая и nt от их. Это вообще очевидное утверждение. Почему? Потому что в перестановку h мы включаем транспозицию, когда остаток от числа ax больше, чем n пополам. То есть, когда само число ax расположено где-то между числом tn и tn минус n пополам. Вот и все. Осталось разделить все на a, и мы получаем неравенство x больше того, что надо и меньше того, что надо. Лемма 3 просто абсолютно очевидная. Нас интересует четность, поэтому на самом-то деле не так уж важно, когда вы рассматриваете отрезок, в каком порядке указывать его концы. Четность, количество точек на нем от этого никак не будет зависеть. И вот давайте мы это даже в виде отдельной леммы напишем. Можно вообще в формулировке ничего не менять, если вот когда говоришь про отрезок, считать, что отрезок от какого-то там от a до b то же самое, что от b до a. Нас волнует количество точек расположенных между числами. Итак, лемма для отрицательных чисел n. Формулировка такая же, только вот для любителей строгости переставили местами. Там вот эти вот числа nt разделить на a и nt умножить на t минус 1 вторая стояли в другом порядке. Но именно потому, что знак числа был другой. Доказатель совершенно очевидная. Просто ничего не меняется. По определению символ a по n – это a по минус n. И когда вы меняете у отрезка концы, то количество точек не меняется. Теперь, как ни странно, почти все сделано в доказательстве закона взаимности, но надо все-таки довести это до конца. Давайте. Лемма 4. Если a больше 0 и нечетное число n дает при делении на 4a такой же остаток, как одно из чисел m и минус m, то символ a по n равен символу a по m. Вот обратите внимание, здесь уже n не обязательно является числом положительным. В принципе, можно было обойтись и без введения отрицательных чисел внизу, но так удобнее, потому что сразу утверждение леммы 4 следует из леммы 3. Смотрите. Количество точек на таких-то интервалах. Вспоминаем, что происходит с этим интервалом при изменении числа n. если мы меняем на 4a число n, то абсолютно понятно, что n от их изменится тогда на 4. 4 число четное. Правда, там еще одна вторая есть, но 4 вторых тоже число четное. Лемма 4 доказано. Просто все интервалы, которые нам интересны, при изменении числа n на 4a сдвинутся на четные числа. Не сами интервалы, а концы интервалов. Изменятся на четные числа. И поэтому количество точек в этих интервалах четность свою не изменит. Лемма 5 вообще доказывается в одну строчку. Правда, там довольно много равенств, но они все совершенно очевидные. Если у нас есть m и n нечетные числа, не обязательно положительные, но сумма их положительная и делится на 4, то символ n по m равен символу m по n. Доказательство. Обозначаем m плюс n 4a и смотрим. Первое равенство. Символ n по m это n плюс m по m. Почему? Потому что m дает остаток 0 при делении на m. То есть умножать на n плюс m по модулю m или умножать на n одно и то же. n плюс m это 4a. Почему символ числа 4a и символ числа a одно и то же? Да по мультипликативности. Потому что 4 это дважды 2. Заметьте, вот даже квадратичный закон взаимности доказывает, что сейчас мы все равно пользуемся дважды 2 4. Дважды 2 4. Умножение на 2. Мы не знаем, четная это перестановка или нечетная. Но когда сделаем его еще раз, то квадрат перестановки это всегда перестановка четная. Дальше. Символ a по m равен символу a по n по лемме 4. Мы это доказывали. Теперь опять от a переходим к 4a. От 4a переходим к m плюс n. А m плюс n по n это m по n. Уже видно, что мы недалеки от квадратичного закона взаимности. Я вам больше того скажу. Леонард Эйлер обнаружил квадратичный закон взаимности именно в форме нашей леммы 4. Вот именно так Эйлер его открыл. Правда не для произвольных конечно m и n, а для простых. Но вот тем не менее. Первоначальная формулировка квадратичного закона взаимности это лемма 4. Теперь закон взаимности для символа якоби. Если даны нечетные взаимно простые положительные числа, то символы n по m и m по n равны. А вот если числа m и n оба дают остаток 3 при делении на 4, то не равны. Чаще всего это пишут в виде вот такой формулы. Символ n по m это символ m по n умножить на минус 1 в степени n минус 1 пополам умножить на m минус 1 пополам. Если подумать, вот если скажем число n дает остаток 1 при делении на 4, то n минус 1 пополам это уже четное число. И вот эта самая минус 1 в степени уже будет равна единице. То же самое. Если m дает остаток 1 при делении на 4, то второй множитель m минус 1 пополам будет четным. Поэтому словесная формулировка в виде равны всегда кроме ситуации m сравнима с n сравнима с тремя по модуле 4. И формулировка при помощи вот такой формулы это одно и то же. Доказательство. Если числа m и n дают разные остатки, то тогда m плюс n делится на 4. А в лемме 5 у нас прям так и было написано, что они равны, если m плюс n положительное, а число m и n положительное и делится сумма на 4. Дальше рассматриваем ситуацию. Пусть m и n дают один и тот же остаток. Если m равно n равно 1, то вообще ничего не нужно, потому что символ 1 по 1 это единица и все, формула верна. Если они не равны, то кто-то больше, кто-то меньше. Пусть, например, m больше чем n. Тогда символ m по n это m по минус n, потому что знак внизу можно менять. Применяем лему 5, потому что ведь у нас m минус n будет больше нуля и при этом делится оно на 4. Получаем равенство. Символ m по минус n равен символу минус n по m. А теперь выносим эту минус 1 по m, потому что есть мультипликативность. И вспоминаем, что символ минус 1 по m мы по лемме 1. По первому дополнению к квадратичному закону взаимности знаем. Ну что ж, мы уже почти все сделали. Сначала мы ввели определение, потом лемма 1 это первое дополнение, лемма 2, в некоторых смысле самое главное. Обычно называют лемма Гаусса. a по n это минус 1 в степени s. Даже двумя способами доказали. Лемма 3 это другая формулировка леммы 2. Просто мы выписали эти неравенства. Дальше понимаем, что при изменении числа n на 4a концы интервалов меняются только на четные числа. И поэтому лемма 4 доказали. Символ a по n равен символу a по m. Если числа n и m или n и минус m сравнимы по модулю 4a. Сразу от этого перешли к лемме 5 и чудесным образом доказали закон взаимности для символа Якоби по Золотареву. Что нам теперь надо сделать? Надо доказать, что классический, ну то есть собственно изобретенный Лежандром и Якоби символ, это и есть тот самый, который мы сейчас рассматриваем. Если мы имеем дело с простым нечетным числом, то по определению символ Лежандра равен нулю, если а делится на p, единице, если а квадратичный вычет и минус единицы, если квадратичный не вычет. Если p нечетное простое число, то символ Лежандра это в точности то же самое, что символ Якоби по Золотареву для этого числа p. Начнем не с доказательства, а с некоторого такого пояснения. Если у нас а делится на p, то ситуация совершенно очевидная. Потому что и по определению Лежандра это 0, и по определению Золотарева это 0. Если а квадратичный вычет, то тоже все понятно. Потому что у нас есть мультипликативность и у символа Золотарева. Все замечательно, все понятно. Но это совершенно не работает, когда а квадратичный не вычет. Однако можно даже тремя способами это доказать. При этом мы сразу рассматриваем любое число а, не делящееся на p. То есть нам не важно число а квадратичный вычет или не квадратичный вычет. Первый способ в алгебре учат, как можно вычислить знак перестановки. Надо рассмотреть всевозможные попарные разности. В знаменателе написать произведение попарных разностей для исходного ряда чисел, а в числителе переставленные. Сигма минус сигма это то же самое, что ау минус ах. И мы сокращаем. Это конечно по модулю p, но нас и не интересует по модулю p. Все y минус x сократятся. Останется а в степени число сочетаний из p по 2. То есть а в степени p умножить на p минус 1 пополам. Теперь критерий Эйлера для символа Лежандра. Символ Лежандра при делении на p дает такой же остаток, как а в степени p минус 1 пополам. Идея там в том, что если а квадратичный вычет, то применяем малую теоремофирма, то есть а сравним с b квадрат и получается b в степени p минус 1, то есть единица по модулю p. А когда берешь а в степени p минус 1 пополам, то сравнение с единицей не может иметь решений больше, чем p минус 1 пополам. Просто потому, что многочлен не может иметь корней больше, чем его степень. Все остальные вынуждены равняться минус единице. Ну и все. При возведении в нечетную степень p величина символа Лежандра не меняется. Второй способ использует доказанную числу нами для символа Золотарева лемму Гаусса. Понимаете, для символа Лежандра лемма Гаусса тоже есть. Если мы выписываем все числа от единицы до p минус 1 пополам, и каждое из них умножаем на а, то вот этих самых минусов будет s. Но если вы обе части сократите на p минус 1 пополам факториал, то как раз третий способ использует первообразный корень. Есть такая замечательная теорема Гаусса о том, что множество вычетов ненулевых по модулю p, с точки зрения умножения, устроено так же, как вычеты, когда рассматриваем операцию сложения, по модулю p минус 1. Точная формулировка такая. Существует такое число, что степени этого самого b все разные. То есть 1, b, b квадрат и так далее, b в степени p минус 2, это все разное. b в степени p минус 1, по малой теореме Ферма, это уже обязательно единица. А дальше мы просто говорим, что умножение на b это перестановка, которая, конечно, ноль оставляет на месте, а остальные сдвигают единицу в b, b в b квадрат и так далее, b в степени p минус 2 в единицу. Цикл длины p минус 1, это цикл четной длины, значит, это нечетная перестановка. Значит, символ b по p это минус 1. Но любой ненулевой вычет а это какая-то там степень, и значит и по Золотареву и по Лижандру, а по p это минус 1 в степени k. Заметьте, мы уже очень много сделали. Чтобы завершить весь рассказ, то есть доказать, что символ по Золотареву это то же самое, что классическое определение символа якобы, давайте докажем теорему. Если целое число а взаимно просто с нечетными m и n, то символ а по mn это а по m умножить на а по n. Доказательство очень простое. Вы можете прибавить несколько раз mn, причем так подобрать четность числа t, чтобы а плюс mn t было бы нечетным числом, чтобы число вот это b было положительное и, повторяю, нечетное. Тогда а по mn это то же самое, что а плюс mn t по mn, то есть b по mn. А по m, а по n это то же самое, прибавляем, от этого символ не меняется, и значит это будет b по m на b по n. А дальше вспоминаем, что для положительных чисел мы уже доказали закон взаимности. Поэтому символ b по mn это то же самое, что mn по b умножить на чаще всего плюс 1, а в случае, когда числа b и mn оба дают остаток 3 при делении на 4, то минус 1. Ну и то же самое, b по m, b по n. Но символ якобы мультипликативен по верхнему аргументу, и значит все, что осталось проверить, это что вот эти вот минус 1 в степени, согласованы. Один из способов такой сказать, что а собственно когда нам интересно, когда b сравнимо с тремя по модулю 4, тогда нужно доказать, что поправка, ну а поправка ведь она как устроена, если числа m и n оба сравнимы с тремя, то будет минус единицы две поправки, но тогда как раз mn будет давать остаток трижды 3 по модулю 4 это 1, а минус 1 на минус 1 как раз согласовано. Ну а если только одно из них, то тогда там тоже будет минус, в общем все очевидно. Или если хотите выписывать формулы, нам надо проверить сравнение по модулю 2. mn минус 1 пополам сравнимо с m минус 1 пополам плюс n минус 1 пополам. Умножаем на 2, чтобы освободиться от знаменателей, и сравнение переходит к сравнению по модулю 4. Но когда вы все перенесете налево, дело сведется к тому, что mn минус m минус n плюс 1 делится на 4. То есть произведение чисел m минус 1 и n минус 1 делится на 4. Произведение двух четных чисел, конечно, делится на 4. Вообще-то все. Мы доказали мультипликативность по нижнему аргументу, а вы помните, что именно так классически и определяли символ якобе. Давайте в заключение пробежимся еще раз по всему тексту. Определение есть по якобе и по золотареву. Lemma 1 очевидно. Lemma 2 самое главное. И мы ее доказали двумя способами. a по n это минус 1 в степени s. Часто ее называют lemma gauss. Lemma 3 это просто переформулировка lemma gauss. Не просто, что там есть какие-то числа, а в точности указаны интервалы. Lemma 4 следует из lemma 3, потому что при изменении числа n на кратное число 4a все концы интервала сдвигаются на четные числа. Lemma 5 мгновенно следует из lemma 4. Закон взаимности для символа якобе. Следует из lemma 5, ну и из lemma 1, если угодно. Символ лежандра мы аж тремя способами объяснили, почему совпадает по золотареву и по лежандру, почему это одно и то же. Мультипликативность символа якобе по нижнему аргументу мы получили из закона взаимности. Ну вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...